хорошо елена из какого города давайте познакомимся для начала откуда меня зовут меня зовут лена отлично супер да я коуч тренер-концертант давно за вами слежу вдала плена мне очень нравится просто и понятно информация и я решила так более ближе как говорится познакомиться и чтобы вы помогли мне разобраться так елена и чуть-чуть пропала связь оборвалась чтобы мне помогли разобраться и дальше разобраться с ситуацией с которой я к сожалению сама не могу разобраться давайте пробовать разбираться в чем заключается ситуация я на данный момент сейчас занимаюсь активным продвижением так пропадает звук а научники возможно так лучше будут слышно ага хорошо сейчас слышно да сейчас слышно да отлично у меня раз продвигаясь себя к коутя но я поняла что у меня например у меня нету веры в том что у меня получится иметь тебя до базу клиентов определенную яйца мне есть прописан план я вижу конечный результат то есть я и по вашей схеме уже пробовала прописывать но веры нету что это получится не могу понять почему этой веры нету если я даже примерно то что примерно есть уже определенное количество шагов которые сделаны нету этой веры то есть вы хотите чтобы я сейчас вам помог поверить в то что у вас получится но если проверить я возможно я сейчас скажу чтоб вы мне помогли помочь увидеть какие действия я еще и делаю для того чтобы мои вера укрепла то есть получается я не вижу каких-то действий я чего-то у для меня как будто какая-то есть как глухая стена да какое-то слепое пятно зона которую я не вижу то есть я уже пересмотрела все действия которые я сделал думаю значит я что-то еще не делали еще не сделала вот но я не вижу что я еще не сделала вот хорошо а что вам может помочь увидеть так что мне может быть может помочь увидеть я думаю возможно визу так как я больше изуал прописать все действия которые я сделала какой какие результаты мне это принесло и следующее возможно проанализировать тот факт как я получала первых своих клиентов что я для этого делала возможно я сейчас не делаю какие-то действия которые я ранее делала вот это давайте елена вот что попробуем сделать есть такая техника которая называется три позиции восприятия знаете такое я сам я другой и наблюдатель нет не пробовала точно но давайте я вам коротко поясню что нужно будет сейчас сделать смотрите первая позиция это я сам так как мы работаем с вашим запросом в нлп есть такая техника не помню как она называется но смысл здесь тот же самый как и в трех позициях восприятия ваша цель получать клиентов правильно да да давайте вот вторая позиция это будет ваша цель получать клиентов так и третья позиция это сторонний наблюдатель который вот просто мимо проходит и и просто видит вас и вашу цель давайте попробуем какую-то идентичность этой цели придать сейчас может представить в виде какого-то персонажа а может представить в виде какого-то предмета вот первое что приходит к вам на ум как она вам представляется так и и и озвучки первое почему-то у меня картинка то который постоянно у меня возникает когда я визуализирую конечную цель это я не знаю почему-то я вот с длинными волосами строго одетая вот почему-то у меня всегда эта картинка даже я пробовала уже по вашей технике наблюдать со стороны как будто когда я уже достигла цель смотреть себя со стороны но у меня это очень плохо получая но получалось хорошо то есть вы визуализируйте свою цель как вы видите себя со стороны с длинными волосами как я консультирую хорошо вот сейчас когда вы описываете как вам видится это елена длинными волосами как она выглядит просто в визуально опишите и визуально среди среднего размера где-то примерно до сидит за столом что-то пишет тинка такая больше сера вот и я сосредоточен я я говорю да со стороны она она можете назвать точно что-то пишу она что-то да она сосредоточена что-то сидит и пишет пишет в тетрадке за столом супер хорошо елена вы очень здорово описали давайте сейчас попробуем вот что сделать вы сейчас сидите стоите подскажите мне в каком вы положите вы сидите представьте что да кстати не спросил у вас а вы когда описывали свою цель она относительно вас настоящий где находилась справа слева вверху внизу она как бы прямо но чуть-чуть сдвинута справа отлично прямо но чуть-чуть в том пространстве где вы находитесь вы там и представляете а сейчас постарайтесь представить что как будто вы выходите из своего тела и видите ту которая сейчас сидит одновременно и ту которую вы представляли и просто за ними понаблюдайте опишите ту лену которая сейчас сидит она сидит прямо неподвижно и картинка картинка как и же ксера но крупная как будто вот меня много очень много крупная картинка такая объемная и она тяжелая другая картинка она сдвинулась очень сильно вправо она сделалась маленькой и такой чисто черно-белой и она как бы перед мной но чуть-чуть вправо но она вперед прям выдвинулась стала маленькая сосредоточенная с длинными волосами можете ли вы как сторонний наблюдатель вот как человек который просто мимо проходил как-то охарактеризовать какие между ними отношения отчужденные отчужденные до отчужденные то есть каждый занимается своим делом но они как будто как будто бы то ли злятся то ли обижаются друг на друга то есть у них нету такого доверия если я правильно понял нет 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 как будто как молчаливый конфликт знаете когда есть пары которые не все плохо но они молчат супер хорошо а сейчас из позиции стороннего наблюдателя переместитесь в ту лену которая ваша цель которая с длинными волосами строгая просто прям вот ассоциируйтесь в нее представьте себя что вы действительно уже и есть полена строго с длинными волосами в костюме и постарайтесь посмотреть на ту лену которая сейчас сидит в кресле голова поворачивается но как-то сложно хорошо вот сейчас я задаю вопрос вот той линия которая в которой вы сейчас находитесь которые есть ваша цель а скажите пожалуйста лена как вы относитесь какое у вас отношение к той линии которая сидит сейчас в кресле так она очень очень тяжел сложная тяжелая старая это то что я услышал и тут пропадала связь возможно что-то что-то все что вы услышали да это то лена которая ваша цель так думает да хорошо давайте сейчас вы опять переместитесь позицию стороннего наблюдателя ага сейчас снова посмотрите на этих обеих елен что между ними происходит если какие-то изменения или все осталось на том же уровне начинается более мягко более мягкая тишина более мягкая пустота и как будто одна на другую картинка наезжает хорошо вот сейчас когда вы понаблюдали со стороны сейчас снова вернитесь в ту лену которая есть сейчас которая сидит окей да прям можно так вдохнуть сказать я лена которая есть сейчас там где-то справа вы видите там где-то справа вы видите ту лену которая строгая с длинными волосами и вот лену вы сейчас от своей цели услышали некое сообщение что вы сложная тяжелая и старая который вам сказала ваша цель то есть та которая ваша цель за которая в будущем она глупая молодая ничего не понимает да да видите какой уже резонанс идет да да я все сразу параллельно записываю я тоже записываю отлично вот здесь очень интересный момент в том что то лена которую вы видите в будущем считает вы сейчас считаете что то лена которая в будущем она глупая молодая ничего не понимает видите как интересно ну хорошо мы сейчас посмотрим что из этого получится давайте теперь снова встанем в позицию наблюдателя хорошо и просто визуально как человек который просто мимо проходил посмотрите на этих двух елен что-то ли изменилось в их ним в их взаимоотношениях в каком чисто невербальная история как если бы я или кто-то другой из наших зрителей этих елен увидел да 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 они они вот они видно что вот они хотят помидеться вот но они не знают кто первый должен сделать шаг каждый из них думает что она должна сделать первый шаг вот и такое ощущение что это два подростка на самом деле здорово хорошо сидят два подростка один строгий с другой просто сидит станьте опять представьте что вы стали своей целью данта которая с длинными волосами и в строгом костюме и вот сейчас елена строгая я сейчас обращаюсь к строгой елене с длинными волосами которая в костюме прям такая вся серьезно вы только что услышали от той елены которая есть в настоящем что вы глупая молодая и ничего не понимаете что вы думаете на этот счет меня это забавляет и мне нравится мне нравится что она так думать и мне кажется что в этом какая-то даже том что она так думает какая-то милая с этой позиции смотрю на это но вот как то так хорошо может и ну мне мне нравится то что она так думает это первое вообще что было пришло на самом деле хорошо мне нравится давайте сейчас опять встанем в позицию стороннего наблюдателя и глянем опять на этих двух елен может быть что-то изменилось может они стали ближе или дальше может изменились в размерах может позы изменили что-то поменялось или осталось на том же уровне так сейчас так я проходящая мимо а каким-то стало разноцветной более стичной более спокойной и то которая строгая в костюме она они как бы уже вместе сидят и она поворачивается уже поворачивается к той которая старая поворачивается к ней чтобы и вот улыбкой чтобы есть что-то рассказать чтобы с ней поговорить и что-то объяснить супер хорошо давайте тогда она вроде бы как ждет повернутая тоже к ней супер тогда давайте сейчас снова войдем в ту лену которая находится в настоящем которая сидит в кресле вы услышали что то елене вы нравитесь что вы милая и забавная тален талене которая является вашей целью то есть вы сейчас милая с ее точки зрения забавная и вы в принципе и на ведь какие мысли у вас вызывают эти слова что это здорово и я могу много чем с ней поделиться и быть ей полезно на кличку и дать отлично хорошо елена давайте тогда снова встанем в позицию наблюдателя глянем на этих двух особо прекрасных изменилось ли что-то еще но они уже так получается кресло подвинулась то которая в кресле сидит поднялась к той которой строгой и они что-то уже делают что-то там бумажки какие-то что-то там пишут какой-то процесс у них происходит супер хорошего там копошаться пусть между ними происходит этот процесс который происходит но а я попрошу вас со стороны стороннего наблюдателя дать какой-то один или два важных совета каждой из этих елен желательно вслух да 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 проговорить слухом так у меня первое что пришло это поддерживать тебя друга делитесь друг другом скажите персонально одной лени которая находится в настоящем какой-то совет да и второй ага точно да точно настоящем делись с ней я тем что у тебя есть потому что у тебя богатый опыт и он ей необходим несмотря на то что у нее тоже есть свой опыт уже а вот какой еще совет сказать ей больше общаться с ней также прислушивайся к ней это первое а второй которая с длинными волосами чтобы я сказала принимай где делайте что-то вместе вот почему-то у меня вот да делайте что-то вместе иди ей навстречу хорошо хорошо техника закончилась я хочу сейчас еще немного с вами пообщаться расскажите пожалуйста как какие у вас есть мысли по поводу всего того что у нас сейчас происходило мои мои размышления мои мысли мои размышления о том что как бы мне кажется сейчас приобретается некая целостность вот чего мне не хватало целостность а с этой целостностью приходит уверенность и понимание того что багаж и знания все есть вот и необходимо необходимо делать я просто сейчас даже понимают и действия что они у меня был основной страх которого уже нету это то что я не справлюсь с клиентами и поэтому я тормозила и прокрастинировала определенные действия там запуск таргетинга все в этом направлении так или да а вот хотя у меня но все результаты с клиентами все здоровские то всех кого его клиентов все с кем я замечательные результаты рекомендациями работала то есть у меня есть опыта есть инструменты я справлюсь с запросами с которыми будут приходить клиента вот был внутренний конфликт просто у меня вот недоверие не вера что я что я справлюсь и давайте подводя итог а какие действия вы конкретно уже готовы совершить его сказали я знаю какие действия нужно делать вы упомянули про таргетинг может еще какие-то шаги вы наметите которые прям уже нужно сделать это это сделать завтра пост именно в фейсбуке потому что там основная масса людей там около пяти тысяч подписчиков и я там не делюсь информацией тем что я набираю людей в коучинг консультации ну что какой-то был у меня страх что вот какое-то осуждение потому что там как рик с прошлых работа и каких-то проектов вот поэтому я работаю только инстаграм то есть два конкретных действия нужно сделать таргетинг настроить и сделать пост и вы сказали что у вас есть какой-то страх который страх осуждения что какие-то сейчас по поводу страха хожу на этот раз отсутствие не был связан с тем что да страха что глупого будто некое осуждение в фейсбе так как у меня было у меня вообще есть много направлений с которыми работаю очень разносторонний многогранный человек я современный художник и и я импровизирую и стихи и записываю видео я могу чем занимать и что люди воспринимут это несерьезно что скажут что опять и над чем-то там заниматься хотя коучингом я занимаюсь как бы практикую с семнадцатого года или на вас очень большой уже опыт в коучинге и я думаю что мы сейчас будем завершать сессию но я вам хочу до направления мне показалось немного странным то что вы в будущем так та часть которая вы будущее которое вот уже находится в этой цели она почему-то считает вас настоящую глупой молодой и ничего не понимающий и у меня закралось такое сомнение я уже выхожу из коуч позиции что возможно есть какое-то сопротивление по поводу того чтобы быть современной ну то есть все же другие инструменты если раньше вы работали по сарафанному радио и это было все хорошо то сейчас нужно какие-то более продвинутые инструменты сейчас очень много этого инстаграм и тик токи youtube и там все все что угодно да очень много сейчас разных инструментов и конечно же многие люди допустим начинают смеяться если какой-то пожилой человек я щит не про вас вообще в целом вдруг идет в тик ток и начинает снимать какие-то смешные ролики на свою экспертную тему и многие его современники его коллеги крутят у виска что мол ты старый пень куда-то поперся тип того и мне кажется что вот здесь тоже есть небольшая загвоздка как будто не хватает разрешения я сейчас уже больше как психолог как будто не хватает внутреннего разрешения быть современной я вот так это сформулирую как будто вам нужно просто разрешить себе использовать современные инструменты несмотря на то кто что будет говорить похоже на правду да я с вами с этим согласна на тему на этим инструменты мне вообще 35 лет мы с вами ровесники поэтому я не старая знаю 100 процентов а с таргетингом не знаю почему так сложилось я два-три раза запускала рекламу я не получила результата я на этом остановилась разочаровалась а потом у меня появился страх так как бы перерыв перерыв я не практиковала что я не справлюсь я с этим справилась с этим страхом и теперь по поводу того что я тут когда молодая думает о том что я настоящая которая сейчас старая еще там какая-то там была раньше да там вот у меня просто есть страх осуждения того что вроде бы вот если брать психологию что я я там ну грубо говоря бланкин и а мне таких миллионов и пятого десятого чем уже были их учить что я буду им давать вот вот это вот вещь мне кажется она тоже как-то где-то вот что-то с что-то срабатывает то что я там с деревни например выросла в деревне и 5 10 то есть кто такая вот вот такое вот возможно где от где-то она есть внутри вот этот отголосок он периодически как бы появляется кто ты такая супер хорошо елена как вы оцениваете наши с вами сейчас такое коучинговое взаимодействие решился ли ваш запрос либо вы уже на пути к решению этого запроса и и как это было для вас мне тоже очень важно обратная связь для меня это было очень теня показательно то есть я увидел со стороны сам конфликт а что вообще он на самом деле есть что это не мои какие-то придумки задача она разрешается думаю я еще посплю и утром проснусь вообще другое буду голове вот и есть понимание что делать то есть для меня важно было вот четко понять какой был конфликт и внутри вот если брать сейчас ощущение до чувства то есть оно такое вот целостное более спокойно то есть размеренно то есть моя задача остается за простым заделанием отлично супер ирина большое вам спасибо за ваш звонок большое спасибо за вашу искренность и готовность поработать и как вы понимаете я это я уже для всех остальных зрителей что любому коучу нужен коуч я точно также прохожу психотерапия точно также обращаюсь коучу и это нормально это нормальная реальность когда ты обращаешься за помощью человеку с какими-то определенными компетенциями поэтому вот и елена как раз еще и показала эту сторону коучинга большое вам спасибо можете вешать трубочку привет киеву а я пока прокомментирую некоторые вещи для наших зрителей